Людмила Лазебна Людмила Лазебна И ждет того, кто дал слово вернуться «Рейма, спускайся!» Сложив ладошки, крикнула с трудом пробиравшаяся по острым камням девочка лет десяти «Рейма, идем домой! Меня за тобой послали!» «Кто тебя послал, Кадой?» Осторожно спускаясь по скользким и гладким камням, спросила девушка «Отец велел тебе домой идти, гости скоро будут!» «Опять гости! Не слышала, кого ждет наш отец!» «Слышала, слышала, сестра!» Хитро ответила смышленная девочка И, по привычке оглядевшись по сторонам, переходя на шепот, сказала «Отец говорил про русских! Сказал, что гости едут, гостинцы везут!» «Спасибо, сестренка!» Коснувшись правой ладонью щеки девочки, сказала старшая сестра «Поспешим!» Дорога до дома была недолгой На ходу поправив растрепавшиеся светло-русые волосы и отряхнув передник, девушка вошла в Ригу За столом в первой избе сидели русские друзья ее отца, прибывшие с соседних новгородских земель Каждую вторую луну они приплывают к берегу и привозят нужные в хозяйстве товары Помнит добро бывалый моряк Паво Дорожит дружбой с русскими Еще дед дружил с новгородскими купцами в те далекие годы, когда приходилось воевать против общих врагов Тяжелые времена рождают сильных людей и крепкую дружбу Старый Паво давно задумался над судьбой своей старшей дочери Реймы Знал он, что любит она всем девичьим сердцем лихого красавца Пидо Да где он теперь? Много месяцев прошло с того дня, как покинул родной дом непоседливый и хвостливый Пидо Нет с тех пор о нем вестей, как в воду кону А дочь любит и ждет Нужно думать наперед, красота девичья не вечная Хоть все и говорят, что не найдется девушке из народа вот красивее телом, белее и лицом милее Реймы И то правда, что такого ярко-голубого небесного цвета глаз, как у вожанок Нет ни у русских, ни у ижорских красавиц Ни у кого на свете Хороша моя старшая дочь Высокая и стройная, как карельская ель И гибкая, как весенняя лоза Нет ни у одной местной девушки таких белых и длинных волос, как у Реймы Красивую и ладную дочь подарила мне покойная жена Рассуждал вслух Паво, довольно наблюдая за старшей дочерью, развешивающей на колье забора приденную овечью шерсть Удачно сложилось, что не успели пожить Рейма и Педо вместе до свадьбы, как муж и жена Хотя так положено по законам води Что можно у води запрещается у русских А Паво давно надумал породниться с богатым домом старого друга Афанасия Новгородского купца Сын Афанасия Иван совсем возмужал Стал широк в плечах, да разумен в речах Чем не жених Вот и моя старшая дочь Рейма Вставая легко, как молодой из-за стола и протягивая к дочери руки, воскликнул Паво Подойди поближе, дочь Пусть посмотрят на тебя мои русские друзья Пусть сами увидят, какая красавица моя старшая дочь Гордая и смелая Рейма, подойдя к столу, поклонилась гостям Весело зазвенели ее нагрудные подвески, монетки и камешки Ну, теперь ступай, дочь А то гости есть, пить перестали Красотой твоей, очарованы Пошутил отец, как обычно Дочь, слегка улыбнувшись, смело посмотрела в глаза Самому молодому из гостей И задержала свой пристальный взгляд на нем Чем изрядно смутила его Довольная собой красавица С достоинством вышла в соседнюю дверь «Хороша твоя дочь, Паво!» Словно очнувшись от оторопи, хрипло произнес Афанасий «Такая жар-птица, кого полюбит тому жизнь земная, счастливей райской станет!» Говори свои условия, друг Что хочешь за дочь свою «Сестра, ты слышишь? Отец хочет тебя продать!» Возмущенно сказала Кодой, подсев к старшей сестре на сундук «Не продать, а замуж выдать!» Пояснила Рейма, задумчиво глядя в маленькое окошко «А что же, когда замуж выдают, как на базаре за гусыню, деньги просят? Ой, как интересно мне!» Кого как гусыню, а кого как овцу продают «У каждой невесты своя цена!» Глубоко вздохнув, сказала Рейма «Сколько же денег за тебя отец выручит?» «Ну, зачем тебе знать?» Усмехнулась старшая сестра «А затем, чтобы мне потом себя не продешевить, когда меня продавать станут!» «Можно же с женихом договориться!» «Ну, чтобы он отцу только половину дал за меня!» «А вторую половину мне на руки, чтобы не все деньги отец себе забрал!» «А я бы за это мужа слушаться стала!» «Иногда!» Серьезно и вдумчиво пояснила не по годам разумная кодой «Ха-ха-ха!» Рассмеялась старшая сестра «Вот ты какая хитрая! А ведь маленькая еще! Я еще хитрее стану, когда вырасту!» «Я расту, и хитрость моя со мной растет!» «А то как же!» «Я себя кормлю, пою, мою купаю иногда, а деньги за меня отцу отдадут!» «Где справедливость?» Не унималась младшая сестра, между делом прислоняясь ухом к стене, Стараясь услышать разговор в соседней комнате Тем временем, договорившись с новгородцами обо всем, Паво был доволен собой «Когда бы еще повезло, так как сегодня!» Хорошего жениха для старшей дочери он подыскал «Теперь нужно готовиться к свадьбе» Если бы несколько лет назад кто-то сказал ему, Что он сам решит выдать свою дочь за русского, Пусть даже за новгородца, он бы не поверил Но все меняется Река и та русло меняет, когда на то воля богов Рассуждал Паво Разместив гостей во второй избе на ночлег Он спустился к озеру Степенно катил из своей волны гордая ладога Вселяя умиротворение и покой в сердце мужчины